запись пошла так показываю свой экран в принципе если у кого-то есть вопросы давайте задавайте если нет то в принципе я могу пока что так разобрать свои сделки которые у меня были за неделю вот опять же рассказать логику почему как зачем закрепить материал который изучали да было бы интересно давайте давайте вопрос что есть по блокам слушаю да но в общем вопрос такой ну допустим наблюдаем такую картину что есть разворот цены есть большая полнотелая свеча с тенью такой достаточно большой и здесь мы наблюдаем допустим ну две свечи то есть inside bar получается у нас паттерн то есть блок мы отрисовываем по материнской свечей inside bar правильно в данном случае давайте я сейчас пейнт открою так я понял что есть у нас какая-то свеча да вот большая полнотелая и потом внутри какой-то вот inside bar а вот нет перебития вот именно что перебития нет вот в этой конструкции вот так вот да и вторая свеча перебития нет просто inside bar да вот здесь мы как в таком случае просто по последней свече то есть по самой полнотелой потому что если мы перейдем просто скажем так на таймфрейм еще постарше да допустим это у нас то может быть h1 если мы перейдем условно на h4 ну вот такая вот формация плюс-минус ну то есть две свечи как бы на одном уровне плюс-минус и мы просто будем брать вот по последней свече то есть и inside bar это не что иное как то есть если мы перейдем на линейный график у нас цена также тут растет вот допустим пошли какие-то первые продажи от уровня вот и потом цена стала по флэт и вот две свечи вот так вот стоит то есть наш один две свечи это два часа понятно да то что свеча цена стояла стояла потом может сделать ложный вынос может его не делать и просто пошла вниз ну стало быть здесь какой-то крупный объем прошел стало быть тут есть крупный игрок вот соответственно мы выделяем просто вот эту всю свечу она будет отсюда и вот досюда плюс-минус ну и соответственно просто ждем подхода вот как-то в таком формате ну то есть в ну как бы меня я путался именно вот на этом выносе то есть я сначала искал где есть вынос то есть а да вот то что я дал в уроке там опять же две два классических сценария построения ордер блоков вот и они оба правильные можно и так и так в принципе вот я больше сторонник первого варианта кто-то больше сторонник от второго варианта но как бы от перестановки веслагаемых сумма не меняется потому что все-таки они оба образуются по одной и той же логике вот а если есть инсайт бары в принципе здесь абсолютно такая же логика то есть инсайт бар это ну цена просто стала во флет внутри какого-то вот уровня здесь не было захвата ликвидности да то есть скажем так если была бы вот такая ситуация то есть цена стояла 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 потом сделал ложный вынос и ушла то тогда перейдя на таймфрейм там свечной да тут было бы прям все красиво когда-нибудь одна свеча и потом следующая вот такая с перебитием вот и такая формация одну она замечательная она прям очень хорошо работает вот но такие штуки тоже бывают потому что рынок не идеальный он не всегда нам будет рисовать вот такие вот формации которые мы хотим видеть и торговать вот такие штуки можно при условии что вы понимаете что происходит то есть если это у нас сильная какая-то зона по старшему таймфрейму да то цена сюда подошла и в принципе мы можем ожидать отскок а если же это происходит где-то в середине движения то разумеется там ничего такого ожидать не стоит скорее всего это просто тут набилась какая-то ликвидность которая потом вот будет забираться также смотрим по старшему таймфрейму зону зону сильную мы определяем по предыдущим на истории или нет ордерблоки определяем где вот в текущей ситуации да 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 ну конечно мы посмотрим на историю если есть на старшем таймфрейме какая-то сильная зона то есть допустим я наш один анализирую то есть из урока я так понял мы ордерблок ищем всегда на старшем таймфрейме ордерблок он же является следствием они причины разворот цены правильно да вот и вот как определить что в этой зоне этот ордерблок он грубо говоря валидный то есть какие вот только то ли то ли здесь нужно понимать что снизу там есть какая-то цель грубо говоря у крупного игрока то ли это то ли это сильный уровень ну как понять что он сильный грубо говоря вот такой вопрос понял сейчас это все удалю так ну вот смотрите мы смотрим на я сейчас порисую в пейнте потом то тогда перейду на реальный график чтобы лучше понятно то есть если у нас есть какой-то есть какой-то восходящий тренд да вот и мы допустим знаем что это у нас аж один предположим здесь у нас есть какой-то вот такой вот нисходящий тренд да то есть мы знаем что это у нас h1 а если мы посмотрим на дневной таймфрейм то на дневном таймфрейме у нас будет например вот такая вот ситуация вот как как то так мы также можем посмотреть на недельный таймфрейм на недельном таймфрейме это будет вообще в принципе вот просто вот такое выдвижение да и в зависимости от того на какой таймфрейм мы смотрим мы везде можем найти какую-то зону вот если я смотрю на d1 я вижу что здесь у нас нисходящий таймфрейм нисходящий тренд потом я смотрю на недельный ну или наоборот сначала смотрю на недельный потом на дневной и вот на дневном на недельном допустим я вижу что цена должна прийти вот какой-то условно сильной зоне да то есть пока по недельному у нас будет сильная зона здесь на дневном у нас в принципе сильная зона здесь но при этом цена еще не дошла до сильной зоны по недельке я вполне себе могу если я понимаю что по недельному у нас цена стремится вот сюда вот то по недельному не понедельному по дневному у меня приоритет будет будет на продажу то есть я тут найду какую-то сильную зону и буду в принципе в ней смотреть точки входа продажу до сюда не факт что я возьму это движение да но приоритет у меня будет вот такой вот затем я перехожу на h1 и здесь вот эту же зону я вижу там намного отчетливей вот этот самый флэт вот сложный вы нас да и вот я отмечаю вот эту вот зону и жду пока цена к ней подойдет цена подходит потом я переключаюсь допустим на м5 и и то же самое жду какое-то ложное движение вот этот у нас им 5 и здесь вхожу стоп либо сюда да либо сюда и ждем отработки ну и в принципе валидность заключается в том что мы ищем ближайшую зону на каждом таймфрейме то есть вот мы посмотрели на недельном на недельно посмотрели цена падает соответственно ждем подхода к этой зоне затем переходим на дневной по старшему у нас приоритет все еще в продаже соответственно на дневном мы будем от ближайшей зоны которая есть вот тут ну например на данной иллюстрации видно что ближайшая зона здесь то место откуда откуда пошло движение со словом структуры ждем подхода здесь уже принимаем решение на продажу потому что по старшему таймфрейму также у нас продаж цена подходит ждем какого-то слома структуры ищем точку входа входим и соответственно валидность она определяется только скажем тем таймфреймом на который мы смотрим по факту это любая ближайшая зона рынок может дать реакцию абсолютно на каждую зону тут и на эту может дать спокойно просто будем ли мы торговать это ну возможно да возможно нет тут нужно еще смотреть на другие факторы один из которых это как раз таки вот там сетка фибоначчи посмотреть что здесь у нас будет 50 процентов да там или вот это зона потом можно посмотреть на формации какие вот у нас тут есть вот я завтра или может быть даже сегодня загружу следующую тему это будет уже завершающая такая тема по smart money там про breaker mitigation вот и следующая тема она уже будет про сессии про то как искать тайминги как торговать вот внутри дня вообще в принципе где искать точки мы уже поговорили вот когда искать точки входа именно про сессии про тайминги вот там уже станет я думаю понятней потому что если например вот здесь у нас это может быть азиатская сессия и в азиатскую сессию обычно происходит потом ложный вынос то здесь мы торговать не будем потому что знаю что затем открывается европа которая будет забирать вот эту вот ликвидность входить мы не будем также мы можем посмотреть на опять же на ликвидность вот если мы видим вот эту же ситуацию h1 но допустим формате что у нас вот цена пошла и здесь потом набивает какие-то вот такие вот уровни вот так вот да то мы понимая что если у нас по недельке под нефть у нас все указывает на продаже сильная зона у нас по-прежнему остается вот здесь вот да но вот в этой точке у нас как бы мы можем приблизить и увидим что у нас вот есть допустим скопление таких максимумов это ликвидность соответственно мы войдя то есть от этих зон мы уже входить тоже не будем потому что у нас тут есть ликвидность у нас как бы приоритет падает соответственно подождем пока заберется ликвидность к этой зоне да и вот отсюда уже будем точки входа искать тут прям такой комплексный анализ и точно сказать нельзя какой валидный какой нет они все валидные и от каждой ну в принципе любой ордер блок он сам по себе дает реакцию наверное в девяти случаев из десяти а вот какая будет реакция либо она сильная такая чтобы вот на нем можно было заработать либо полноценный разворот можно словить либо там просто вот небольшой откат на буквально 5-10 пунктов да которые в принципе закроет вас по безубытку да либо по стопу и поэтому валидность она как бы еще и в комплексе анализируется начиная со старшего вот тема доберем с максимально старшего с недельки там потом дневной аж 4 м 15 либо аж 1 м 5 и вот так вот потихоньку смотрим на анализ не открою еще подключим сессию можно еще к этой самой теме так принципе если тоже обобщая то к этому присоединить можно что все-таки тренд на ну скажем на вики на дей это то направление по которому желательно торговать или это не имеет значения ну то есть если нам кажется тренд например вниз идет на дневной но мы видим как бы по нашему мнению хороший вариант наш один но на покупке то это есть какое-нибудь но вот правило насчет этого или я вопрос понял правил тоже нету но вот опять же да зная что по дневному у нас все-таки идет тренд вниз вот соответственно мы понимаем что раз это дневной таймфрейм то один день точнее одна свеча это один день сколько вот этого движения будет продолжаться ну там бог его знает две недели месяц два месяца вот то есть два месяца сидеть в сделке ну как по мне это слишком долго вот я все таки сторонник более таких быстрых сделок хотя бы внутри дня может быть там на пару дней сделку поддержать соответственно я знаю что цена допустим подойдя к этой зоне или допустим она только движется к этой зоне я вполне себе могу заходить в покупки это будет опасно да то есть потому что сделка контр трендовая но понимая логику мы можем торговать все что угодно то есть вот это коррекционная волна наверх но по h1 это будет прям полноценный тренд волна коррекция волна коррекция вот со словом структуры да в принципе тут какой-нибудь там флэт будет ложный вынос точка входа в принципе тоже можно входить но мы же должны понимать что если мы входим вот такие вот сделки то у нас и стопы и теки должны соответствовать теки мы ставим на ближайшую зону от которой может пойти разворот ну и стопы соответственно чтобы у нас было хоть какое-то более-менее адекватное соотношение там один к двум один к трем минимум торговать можно просто вот нужно понимать докуда да и понимать то что это все-таки еще против тренда поэтому ну получить стоп так скажем вероятность чуть чуть выше чем нежели по тренду понятно спасибо и тогда такой как бы обобщающий главный показатель тренда наверно был бы дневной график если так смотреть на древнюю продажу или день-два вот уговорить да не то чтобы она же по каждому таймфрейму свой тренд по дневному и не скажем смотреть на выше график ну например если смотрим h1 ну тогда смотрим на h4 какой тренд если n15 смотрим на h1 ну как бы может так ну вот у меня когда было целое видео по структуре да где я говорил что всегда мы начинаем со старшего таймфрейма а старший таймфрейм это недельный то есть выше недельного забираться смысла как по мне нету потому что месячный ну там прям уже совсем ничего не понятно у нас не такая большая история чтобы анализировать месячный график вот поэтому все-таки неделька дневка h4 m15 либо h1 m5 и точки входа по m1 и то что там происходит вот например опять же на дневке у нас тренд нисходящий да поэтому но например на h1 у нас тренд восходящий и вот вопрос а что нам торговать мы вполне себе можем поторговать восходящий тренд по h1 но до зоны по d1 либо наоборот если мы такие более вот консервативные долгосрочные трейдеры то мы можем по h1 в принципе не входить а ждать только захода зоны захода цены в зону вот по d1 цена зайдет и только потом мы уже там принимали какие-то решения еще выступом структуры вот по h4 да потом по m15 и входим по m1 я вижу вопрос горизонтальные объемы коллега написал сейчас я посмотрю вопрос можно сюда писать но про горизонтальные объемы я потом наверное отвечу ну потому что моей системе я горизонтальные объемы не использую они у меня скажем так есть да вот они но они не дают точных входов они в принципе вообще не нужны как по мне потому что на графике все прекрасно видно ну вот если мы посмотрим да то есть у нас принципе здесь была точка входа от объема но если мы вскроем его вот так вот то у нас объем в принципе там например набивается деталь чуть чуть выше чуть чуть ниже или очень так непонятно куда все-таки натягивать этот объем можно на все движение можно только на часть движения но очень очень много переменных скажем так как бы для подтверждения использовать можно прям конкретно расценивать его как точку входа я думаю не стоит можно еще до вопрос конечно то есть вот допустим мы наблюдаем подход к зоне ордер блока на h1 сделку мы заключаем предложим на m5 вот само по себе касание ордер блока нужно мне о чем не говорит правильно то есть цена может продолжиться дальше углубляться в этот ордер блок в данном случае что будет являться точкой входа ну что будет показывать на то что нужно уже рассматривать точку входа именно словно младшей структуре то есть на m5 или что будет вот именно вот этим неким паттерном до говорящего нам о том что мы можем уже входить в ту или иную сторону исходя из того какой ордер блок медвежий или я в принципе скажу еще раз что реакция на ордер блок она будет в девяти случаев из десяти то есть поэтому мы можем торговать просто от балды каждый ордер блок ну вопрос то в том докуда брать движение если мы хотим взять хорошее движение то тогда нам нужно анализировать структурность если же мы просто торгуем внутри дня то нам по факту достаточно брать просто просто какие-то небольшие движения вот давайте возьмем возьмем что евро доллар вот смотрим да у нас что недельный таймфрейм ну цена падает прям отчетливо видно да то что здесь она росла это по недельному таймфрейму всего лишь коррекция заходим на дневной здесь уже есть перебить и да тут уже вроде как бы тренд сменился то есть принципе после подтверждения вот здесь вот слов структуры есть есть мы можем уже рассматривать какие-то точки входа вполне себе то есть и докуда мы их будем рассматривать вопрос да открываем снова недельный таймфрейм и ищем ближайшую зону которую можем найти вот я здесь отчетливо вижу так вот этот mitigation блок это как раз таки следующая тема вот здесь вот я принципе можно зацепиться за вот этот ордер блок да то есть ну тут непонятно как как его устроить вот либо по всей вот этой свече либо по этому пин бару в принципе пока цена не дойдет куда-то сюда и нам это не нужно прямо вот на сто процентов как бы определить эту зону с точностью там до сантиметра вот вот примерно да я вижу что куда-то сюда цена будет целиться ну вот пока цена туда не дошла я буду торговать там покупки эти же все окей зашел на d1 увидел тут слом структуры есть все в принципе понимаю что тренд изменился могу искать точки входа вот я торгую не наш 4 вот и у меня все-таки анализ идет больше чем на h1 теперь вопрос вот у нас вот эта вот ситуация по дневному таймфрейм да вот слом структуры есть в принципе где-то тут мы уже можем расценивать точки входа и вопрос да а где вот тут найти вот этот самый ордер блок от которого входим открываем снова деле ищем что мы видим здесь вот здесь я вижу допустим вот ордер блок отсюда цена пошла но в принципе можно зацепиться даже вот за вот этот вот вполне есть ну то есть как вариант просто для ну для наглядности определили спустились поменьше ну смотрим да что мы тут можем сделать вот смотрясь куда да что я вижу я вижу прям конкретное движение вниз это короткая нога длинная нога я ордер блок отмечу вот наверное повод этой зоне все соответственно цена у нас растет вот тут пробивать я понимаю что а приоритет все-таки у меня в покупке жду пока цена зайдет в эту зону что-нибудь не даст дает что-нибудь вообще ничего не дает никакой коррекции точнее просто пробивает валит его только здесь подойдя ко второму ордер блоку да она уже начала давать мне какую-то реакцию в принципе вот пробитие есть или нет еще раз смотрим да вполне себе пробитие есть но даже вот при коррекции куда-то сюда можно было бы расценивать точки входа от максимума до минимума но вполне себе вот тут вот войти можно было вот это уже был ложный вынос да то есть захват ликвидности просто вот этой зоны то есть я к чему пытаюсь то подвести что вот валидность мы же никогда не узнаем какой будет сильнее какой слабее потому что их на графике тьма тьмуще их вот прям посмотришь на этих ордер блоков миллион поэтому мы просто все что можем сделать это начать со старшего таймфрейма отметить там понять что происходит у нас на старшем таймфрейме как какой у нас приоритет что мы делаем потом спуститься на таймфрейм поменьше там отметить и потом еще меньше и так далее вот пока мы не найдем скажем так ордер блок который нас будет удовлетворять и удовлетворять он нас может опять же если мы используем дополнительные вот инструменты условно это тот же самое фибоначи вот и зона я принципе вот могу сейчас тогда показать как я свои сделки на этой неделе совершал и я думаю тут тогда станет все понятно почему именно там от этого ордер блока а не от того да давайте так я прям их ну я все свои сделки помню у нас получается вот это понедельник вот тут у нас цена вот я первое что вижу я первое что вижу что у нас есть вот такая вот линия то есть касание 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 за ней что ликвидность правильно плюс тренд у нас восходящий я понимаю что вот здесь у меня есть ордер блок да вот от него я бы хотел бы войти но цена мне этой возможности не дает она вот прям здесь уходит сразу наверх сейчас открываем 5 и тут в принципе также по классике ложный вынос уход но входить можно было бы я не вошел объясню почему потому что для того чтобы войти в сделку мне нужно увидеть хотя бы ложный вынос от предыдущего структурного минимума если бы он был бы да и тут уже тогда цена начинает что-то рисовать я понимаю что есть ликвидность приоритет у нас в покупку в принципе можно проводить входить вот но точки входа здесь не было потому что не было захвата ликвидности очень опасная такая зона как бы соответственно входа быть здесь не могу соответственно что я делаю дальше я понимаю что у нас вот этот минимум не обновлен вот этот максимум тоже не обновлен это означает что что цена у нас забилась во флет да и сейчас скорее всего будет вот такая штука то есть вверх-вниз вверх-вниз потому что чтобы пробить вот эту зону и сначала нужно к ней подойти до потом пробить и только потом будет понятно что раз она пробивает значит вниз пойдем вот но она просто подходит в эту зону а эта зона у нас как бы ломает здесь структуру ну поэтому вот видно что цена здесь зажала сильно во флэт это было все перед новостями это все еще понедельник я вижу что цена у нас отсюда развернулась это у нас азиатская сессия вот тут она подходит всю европейскую сессию она росла да и на американской сессии пошла в обратную сторону я тут дождался ликвидности этого слова ликвидности и входил я от этого ордер блока то есть его в принципе здесь мы определить не можем да делал вот ну потому что у нас нету слова структуры но в принципе он же есть мы же какую-то реакцию получить от него можем и так как я знаю что у нас есть еще сессии а сессии ну давайте я вот скажу наперед урок еще будет но я вот так вот вкратце затрону эту тему вот у нас есть разделители периодов разделители периодов это у нас начало дня и конец сначала у нас всегда открывается азия у нас азия как-то торгу торгуется всегда вяло то есть прям очень какие-то вялые движения они больше флетовые и торгуется азия до 16 так до 10 по московскому времени до 10 утра потом открывается европа и что то делать европа у нас в азию набиваются максимумы набиваются минимумы на европейской сессии каток открывается европа ложный вынос сначала в одну потом в другую это прям максимально часто сценарий ну то есть он такой не всегда но вы должны понимать что на европе то есть в 10 утра по москве всегда будет какая-то движуха эта движуха зачастую направлена на то чтобы выбить максимумы или минимумы азиатской сессии затем в 16.30 открывается америка и как правило вот америка толкает цену в противоположную сторону чтобы забрать ликвидность накопленную на европе и получается вот такая штука потом рынок как-то затухает начинается снова новоазиатская сессия новый день да и все повторяется это вот тот сценарий который вы будете видеть ну прям крайне часто я про сессии опять же еще повторюсь у нас будет урок так вот зная это я могу сделать вывод ну а точнее это как бы часть моей системы да что в азиатскую сессию мы ничего не делаем мы ждем когда открывается европа мы видим захват ликвидности захват ликвидности чаще приходит в какую-то зону и вот потом уже на зная вот эти тайминги зная то что будет происходить не сто процентов но как бы предполагая что европа будет двигать в одну сторону а америка в другую мы можем торговать вот эти вот сессии брать вот эти вот движения вот соответственно что у нас так вот тут вся европа у нас шла наверх и тут у нас азиатская сессия азиатская американская стопы забираем цена начинает разворачиваться я здесь скажу меня забрало по стоп лоссу потому что я входил вот в этой точке то есть вот на стоп структуре вот здесь я входил и стоп я ставил сюда так как я с дальнего востока у меня я америку стараюсь не торговать потому что все таки у меня это уже ночь поздняя поэтому я стараюсь все таки америку не торговать но тут я что-то решил все таки войти в сделку вошел поставил стоп тейк вот на ночь оставил лег спать утром в студию у меня цена по стопу сделка закрывается по стопу то есть по факту сигнал верный да то есть поставив стоп за макушку я был бы в плюсе но вот я пошел таким путем а я вас предупреждал что если вы входите скажем так с подтверждением то у вас стопов будет больше да и вот тут задача моя как раз таки была бы получить несколько стопов да перед тем как войти точно стопов больше это понятно поставить стоп сразу в безопасную зону за ордерблок как бы окей все было бы вот цена приходит обратно ну потому что у нас есть движение здесь у нас опять же флет ложный вынос точнее ложного выноса здесь нет то есть есть флет все равно от которого пошло сильное движение со словом структуры то есть захватливидности он же словом структуры на азии цена приходит и вот здесь начинает это опять же азиатская сессия на азиатской сессии цена у нас растет вот это вот движение такое медленное восходящее вот такое трендовое движение на азии как бы ничто иное как флет и вы должны понимать что этот флет но он скорее всего будет пробить сначала в одну сторону потом в другую сторону да потому что это все тот же флет просто он вот такой вот не в виде боковика а в виде восходящего или там нисходящего тренда опять же что делаю или для ближайшие максимумы смотрю на ближайшие зоны вот тут у нас есть брейкер от которого цена у нас пошла то есть был ложный вынос отсюда и уход соответственно цена сюда подходит это азия повторюсь вот это вот движение у нас было на азии вот тут все то есть если вы на азии видите разворот можно было бы да посчитать что ага у нас же все-таки был захват ликвидности значит при подходе вот сюда вот можно рассматривать точки входа в продажу отсюда так ведь но это все еще азия то есть и если на азиатской сессии был разворот то на европейской сессии скорее всего будет опять же ложный захват вот это вот этих самых максимумов ну потому что европа захватывает ликвидность азии а америка захватывает ликвидность европы так вот так вот здесь опять же мы входить не можем хотя ордер блок есть слон структуры есть есть же сейчас смотрю да вроде на один пипс перебития есть и вполне себе мы могли бы входить тут но почему мы этого не делаем опять же из-за сессии потому что вот одно из правил того как найти валидность просто комплексный анализ если я понимаю что здесь есть азиатская сессия но входить я скорее всего не буду потому что вероятность того что этот ордер блок отработает она ниже и вот потом я вижу вот такую вот штуку и здесь я на м1 нашел точку входа вошел в принципе с обновлением точнее с целью вот этой ликвидности ну то есть есть сложный вынос вхожу в обратную сторону вышел потом новости армагеддон да вот так вот цена бахнула и тут счет начинается следующий торговый день я тут не торговал это у нас уже среда где я хотел войти где я хотел войти и почему не ушел я вижу да что вот это все азиатская сессия флэт накопленные максимумы накопленные минимумы европа открывалась тут вот в этой точке я ожидал да я хотел войти здесь в продаже но я думал что цена дойдет у нас чуть чуть повыше хотя бы к этой зоне да и тут мне нарисую что-то более-менее понятно я войду цена этого не сделала цена просто подошла сделал ложный вынос вот этих максимумов да и ушла в другую сторону забрал вот эти вот минимумы здесь я хотел войти здесь но опять же я посчитал что эта формация недостаточно масштабная ну то есть просто вот скажем так просто она мне не понравилась основной критерий да после чего цена здесь делает пробить этого флэта ритес в этот флэт вполне себе можно было войти отсюда да потому что ложный вынос есть есть зону мы здесь на данном таймфрейме не можем найти но если сейчас перейдем на старший может найдем берем максимум берем минимум выделяем в принципе цена дает реакцию в эту зону мы вполне себе можем могли бы взять движение но опять же это уже ближе к Америке у меня ночь я не такое не торгую сейчас посмотрим кстати если здесь какой-нибудь ордерблок ну 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 тут да такое себе можно было бы в принципе тогда вот по этой свече определить его по всей да вот отсюда до суда но в таком случае зона прям какая-то реально широкая получается тут надо было бы ожидать какого-то подтверждения ну то есть слом структуры в принципе где-нибудь здесь можно было точку вход найти потом у нас следующий день тут уже четверг начинается хотел я войти здесь вот в этой точке и просто пропустил сделку вот меня не было у терминала хотя я хотел войти здесь и объясню свою логику почему именно здесь есть такая формация эта формация к смартмане не относится она в принципе даже к тех анализу не относится это больше все-таки мое мое видение то есть то как я нашел вообще эту штуку прикольную почему она работает если мы возьмем например несколько таймфреймов допустим это у нас есть дневной h4 h1 вот три таймфрейма на которые вы должны смотреть у дневного может быть такая формация цена на закрытие у нас вот ровно по телу здесь если мы перейдем на h4 увидим нечто похожее вот например так так там как-нибудь так и вот так вот вот если мы проведем линию по всем вот этим ценам закрытия то она будет равняться вот этой вот цене закрытия по дневному таймфрейму и аналогично на h1 у нас будут какие-нибудь вот такие вот свечи вот вот допустим нечто подобное если мы проведем линию по ценам закрытия вот так вот то она также будет равняться вот этим вот вот что вот этой вот что вот этой вот и если вы видите такую формацию что у нас как минимум два таймфрейма пересекаются я обычно обращаю внимание вот на h4 если я провожу цену закрытия по h4 и она совпадает с ценой закрытия свечей по h1 то в принципе вот этот уровень будет являться крайне сильным для цены если еще есть подтверждение с дневным таймфреймом то тогда вообще прекрасно уровень крайне сильный и вот давайте посмотрим на вот эту вот штуку так сейчас открываем дневной смотрим есть ли у нас что-нибудь переходим на h4 видим что вот эта вот линия так я что-то туда смотрю вот у нас вот эта вот линия по daily и по h4 вот эти вот две свечи они пересекаются если мы посмотрим еще на h1 то видно что эта же линия эта же линия еще пересекается вот с двумя свечами по этому по по часовому таймфрейму и вот теперь если мы перейдем на более младший таймфрейм вот посмотрите какая прекрасная реакция то есть мы видим что это уровень где происходит максимально частое касание цены то есть здесь коснулась тут вот прям возле этой цены стоит пошла вот тут дала ретест потом развернулась опять же дала ретест то есть тут были какие-то максимумы с ликвидностью цена их забирает точно в этот уровень и уходит вот поэтому одна из формаций на будущее сразу говорю что если вы видите пересечение вот еще раз h4 есть свечи примерно в таком формате они могут быть вот скажем так и вполне себе в таком формате суть в том что если мы проведем по телам закрытия свечей линию и потом посмотрим на h1 если вот эти вот линии они будут пересекаться с телами закрытия свечей то тогда это будет отличная отличный уровень и прям очень сильный уровень от которого цена будет реагировать вот как здесь опять же я не вошел почему потому что просто проспал вот цена падает вниз европа открывается здесь но тут нам никаких точек входа не дает то есть просто цена падала на азии всю азию падала на европе сделала какую-то коррекцию небольшую ну то есть даже недостаточно для того чтобы расценивать точки входа если бы коррекция была хотя бы куда-нибудь вот сюда вот да забирая вот эти вот самые максимумы плюс тут у нас есть mitigation блок тоже есть небольшой ордер блок вот сюда цена дает реакцию да то тогда можно было бы входить по тренду и потом у нас открывается что Америка ну то есть цена падает вот тут у нас забирает всю вот эту ликвидность приходит Америка Америка открывается бах в обратную сторону забирает всех и Европу и Азию и тут же в обратную сторону и вот как только цена делает движение в обратную сторону понимаете что вся вот это вот все движения здесь они для нас становятся моментально флэтом и мы их выделяем вот так вот почему потому что пока мы не видели вот этого движения для нас тут были какие-то тренды то восходящий тренд у нисходящий тренд как только мы увидели вот такую штуку ложный вынос уход короткая нога длинная нога соответственно что вся вот эта формация для нас становится флэтом соответственно соответственно дожидавшись коррекцию куда-то сюда здесь можно рассматривать точки входа в продажу с обновлением вот этого милла что я и сделал что я сделал пятый день пятница 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 у нас получается есть ликвидность это тоже на азии это вот цена она забирает в азию и потом тут начинает флэтить на европе европа открывается здесь вот тут я входил сделку но я вошел я вошел и стоп я поставил вот сюда вот и меня мой стоп он в принципе выдержал но из-за того что у брокера спред меня спредом вот прям зацепило буквально тик в тик и моя сделка закрылась поэтому я перезашел еще раз и вот взял часть этого движения не все я не до самого низа держал я где-то вот тут вот закрывался теперь опять же почему именно отсюда первое я понимаю что если это флэт это короткая нога длинная нога я жду коррекции куда-то сюда и для меня тут только продаж логично логично поэтому первое откуда можно было бы конечно подумать что отсюда да но вопрос почему цена должна надо туда доходить если во первых мы натянем сетку фибоначчи мы увидим да что нас цена пришла ровно 50 процентов а 50 процентов я говорил есть какая-то реакция то есть в большинстве случаев на эту зону вы реакцию увидите во вторых ликвидность есть есть на азии и забрали забрали открывается европа забирает еще раз тестирует азиатский разворот все точка входа плюс еще на будущее скажу пятница это такой день когда случается классический пролив в пятницу в большинстве случаев там я не знаю 8 9 случаев из 10 вы будете видеть падение цены вот можете прям даже после этого вебинара открыть какой-нибудь график там я не знаю того же золота и просто посмотреть что происходило в пятницу и пятницу вы часто будете видеть вот прям такие сильные прям движения вниз это просто статистика то есть тут нет никакой такой закономерности по smart money да это просто статистически почему-то в пятницу цена проливается вниз вот плюс тут также если вы увидите что вот эта вот синяя линия она пересекается с уровнем по ате зоне ну плюс вы также можете видеть что здесь у нас набралось достаточно сильной ликвидности это означает что в понедельник мы вполне себе можем увидеть вот такую штуку досюда да и от этой зоны уже пробовать спускаться но опять же спускаться куда мы можем туда и ниже а можем досюда потому что все таки тут скорее всего будет какая-то зона ну если опять же будет такая ситуация да а если будет такая ситуация то это у нас будет перебить захват ликвидности перебить этих же точнее это же будет и слом структуры соответственно отсюда у нас коррекция и коррекция сюда так вот вот я повторюсь входил отсюда сразу вот прям на европе точка входа можно было еще рассмотреть при ретесте да потому что все таки слом есть коррекция уход я не ходил потому что ну то есть у меня лимиты там одна две сделки вот если я виду свое беру я просто ухожу вот и еще тут также есть интересная штука что можем посмотреть например по вот этому движению если он структуры мы берем наш любимый фибоначчи вот так вот и натягиваем по первому движению да и получаем что у нас примерно 50 процентов и 61 и 8 на одном уровне да то есть есть небольшая погрешность но плюс минус это та зона куда мы можем стремиться плюс также мы можем закон симметрии берем первую берем вторую и также получаем приход вот в эти 50 процентов то есть все сходится для для того чтобы вот в зоне 50 процентов увидеть максимально сильную реакцию если не будет да то мы просто подождем следующего подхода там кто то есть зоне там что-нибудь найдем но сочетая все вот эти вот методы да я знаю что у нас по старшему темпу если это флэт короткая нога длинная нога то дальше мы скорее всего пойдем ниже на обновление вот этих минимумов зная что вот это вот коррекция у нас скорее всего придет куда-то сюда это же цена является зоной 50 процентов для вот этого движения здесь же есть ликвидность которая забирается и здесь же открывается европа которая забирает азию и и получается что у нас прям максимальное количество сигналов сходится для того чтобы открыть здесь сделку вот это называется комплексный анализ что нельзя здесь рассчитывать дата на какой-то один ордер блок потому что вот вот так если посмотреть на всю эту ситуацию то здесь в принципе ничего не видно ну то есть откуда тут входить сделку да вот если у нас есть какое-то движение окей мы можем флэт короткая нога длинная нога но тогда большинство отметила бы тупо вот так вот ордер блок да и сидели бы ждали подхода а вот цена не дошла ну потому что вот есть скажем так первые зоны сопротивления если бы она их уже пробила бы например вот здесь она пробивает да на этом движению вот корректируется сюда и тогда уже да мы можем тут входить зная что у нас цена дойдет скорее всего до сюда понимаете вроде как бы и ситуация у нас все еще сэллская да но нам это не меч не мешает войти и взять вот этого движения там до от 3 зоны потому что вроде как бы все сходится то есть есть там азиатские флэты есть сложный вынос тут же если было бы опять же перебить и да то коррекция можно было войти стоп за зону тейк куда скорее всего вот ее зону потому что вероятность дохода до этой зоны она есть и как бы сейчас да зная то что первый первая реакция на 50 процентов она является ложной не то чтобы ложная она чаще всего все-таки выносится мы прям сюда можем посмотреть вот какая тут скопилась ликвидность за пятницу то есть ну прям огромный на вот это все движение поэтому я в принципе могу рассчитывать на то что плюс плюс опять же да у нас короткая нога длинная нога и вот этот минимум обновлен то есть соответственно классическая трехволновка у нас выполнена раз два три вот поэтому я бы ждал вот опять же тут какая-то зона есть понедельник вполне себе можно увидеть то что мы пойдем вот как-то сейчас вот так вот потихоньку забирать вот эти вот максимумы тут у нас есть все еще зона от от и е по вот этому вот движению туда нас еще есть ордер блок поэтому мы вполне себе можем даже отсюда увидеть реакцию вопрос как вопрос во сколько тут азия может просто флотить да там на европе как-то ложный вынос коррекция уход либо наоборот связи будем расти а тут на европе там разворот уход в общем это все анализируется именно в моменте вот по факту того что рисует рынок вот и вы принимаете решение ой что-то я час уже говорю устал слегка так не сложно все понятно товарищи вы здесь а то уснули уже все пересматривать надо не переваривать сразу прям сходу ну конечно конечно это же вот я же говорю вот этот комплексный анализ нужно чем больше анализируете тем больше начинаете видеть вот так что запись это на вас будет просто пересмотреть опять же провести вот этот самостоятельный анализ взять вот так вот одну неделю с понедельника допустим и разобрать можно прям даже тестер включить симулятор и вот на симуляторе у нас по ликвидности будет как бы тоже занятие до или или нет ликвидность была во втором уроке вот есть еще такое понятие как equal highs equal lows но та же самая ликвидность то есть в следующем уроке я выдам breaker mitigation еще пару вот тоже из smart money и также затронем equal highs equal lows но опять же она вам-то особо ничего не даст потому что ликвидность она смотрится как бы вот ну скажем так на глаз ну и ликвидность повторюсь у нас опять же два типа если прям интересно я могу сделать отдельный видео урок еще дополнительный но как по мне это лишнее потому что у нас ликвидность бывает вот range да и следующее что будет это вот скорее всего такая штука и потом вот такая штука забрали забрали опять же если это азия то это европа да все просто либо либо ликвидность бывает вот такой вот когда цена вот так вот просто просто растет казалось бы что это тренд но опять же если мы говорим про первый урок типа ордеров на рынке то у нас есть маркет ордера есть лимитный и любой тренд точнее импульс он априори может быть выполнен только маркет ордерами а если он выполняется маркет ордерами то там соответственно не вот такое вот движение а вот вот такое вот какое то ну прям оно сильно больше чем местное накопление и соответственно когда вы видите вот такую штуку она же может быть в противоположном направлении так вот просто рынок падает падает что-то там наби набивает какие-то максимумы минимумы вот тут таких вот опять же здесь и это видно еще просто не то чтобы не вооруженным глазом это перед новостями вы будете видеть что вот тут вот посмотрите вот как рынок тут он прям он должен да по логике забрать вот эту вот ликвидность потому что здесь вынесли надо вынести здесь и он падает падает вот так вот еле 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 потом разворачиваться еле 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 почему потому что были новости если вы вот перед новостями всегда будет такая штука одну именно перед сильными новостями вот таких это не всегда и еще более того что чаще вы на новостях будете видеть такую штуку бах вот прям резкую и в обратную сторону бах здесь еще повезло да то есть вот если можно было бы войти поставив стоп сюда вас бы не зацепило вот но обычно будет еще вот такой вертолет что сначала в одну сторону потом другую и вот возвращаемся к этой ликвидности что вот такие трендовые движения они как бы потом просто так бах забираются также как и вот эти вот бах и все и причем быстро резко вот там буквально пару свечей импульсом вот тут это можно прям четко наблюдать бах бах то есть казалось бы тут да какие-то сильные движения есть а вот потом еще одно движение бах бах ну и все соответственно все вот это вот становится флэтом моментально ой ой Ну, так, ребят, вопросы еще есть? В принципе, я понимаю, что такой разбор сейчас был сложный, прям достаточно сложный и для восприятия, и для понимания. И потребуется какое-то время, чтобы переварить это все. Запись также скинула. Роман, ты знаешь, действительно, на 5 минут, то, что ты недельный разбирал период, немножко сложновато для начала. Мне кажется, надо сначала, ну, с более крупных периодов, там достаточно, мне кажется, одну, может быть, сделку находить там в неделю, а потом уже углубляться. Уже на 3 дня торговлю. А, в плане, в плане то, что я торгую на 3 дня, да, для большинства? Ну, да, понимаешь, я вот просто, у меня опыт есть, конечно, достаточно нормальный такой, но все равно я так смотрю, это вот действительно внутридневная такая торговля, вот ты сейчас нам рассказал. Ну, не знаю, может быть, я со своей стороны, я бы больше вот позиционные такие сделки рассматривал. Ну, я к тому, что это просто работает. Нет, это понятно, это работает, но вот изначально это, конечно, тяжело для восприятия. Мне так кажется. Смотри, вот, да, на 5 минутах, там, изначально, как ты показал точку входа, все классно, но потом, когда уже начинается в одну сторону или в другую, ясно, что от зон, ну, определяем, да, где сильная зона, где там, откуда можем дойти, но, мне кажется, надо половине как бы. Да, может быть, может быть. Не, 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 не просто. Не, ну, это обратная связь, я тебе даю, как бы вот. Это мое видение, то есть. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Вопросы можно будет еще задавать даже вот не сегодня, а потом, то есть после, то есть вот сейчас. Ну, даже вот в предыдущем. В личном можно всегда задавать? То есть в этом плане я всегда отвечаю. Всегда отвечаю. Я просто к тому, что вот если мы можем даже взять сейчас... Сергей, можете, пожалуйста, микрофон включить? Да. А то я свой голос слышу. Я свой голос слышу. Так. На чем я остановился? На том, что вот то, что у меня торговля, она внутридневная. Это не означает, что под той же логикой нельзя торговать вот по H1, там, по позиционку, средний срок. Оно все то же самое. Вот, допустим, взять какой-нибудь вот такой период. Вот смотрите. Это у нас что там? H1. Да, вот возьмем вот эту ситуацию. Ну, она идентична. Прям очень похожа. Просто это чуть поменьше, чем вот это вот. Да. И здесь мы можем найти абсолютно там такие же какие-то формации. Что есть слом структуры, есть коррекция, есть уход. Противоположная сторона есть коррекция. Точнее, есть слом структуры, коррекция. Вот мы можем торговать вот эту вот позиционку, ну, на любом, точнее, позиционку мы можем торговать и по старшим таймфрейм. То, что я торгую больше внутри, господи, интродэй, да, это, ну, просто потому, что я к нему привык. Вот мне, например, проще торговать интродэй, нежели чем сидеть там и несколько дней ждать, там, пока сделка закроется. Но это не означает, что эта система только для интродэй. Оно просто работает на любом таймфрейме, на любом графике. И как раз-таки тот факт, то, что оно работает еще и на интродэй, хотя большинство людей говорит-то, что на маленьких таймфреймах вот M5 M1 очень много шума, да, что там торговать невозможно, то, что на H1 шума меньше, там на H4 шума еще меньше. Вот это бред полнейший, потому что рынок, он фрактальный и он одинаковый. И на какой бы таймфрейм вы ни взглянули, везде у вас будет абсолютно одинаковая картинка. И, соответственно, если вы хотите торговать позиционку, то вы можете взять просто элементарно, вот открыть мечный таймфрейм, да, что мы здесь видим? Ну вот, первое, что я вижу зону, я беру максимум, я беру минимум. Я вот даже особо и не парюсь, как ее отмечать, да. Вот смотрите, вот это же движение, вот эта же свеча у нас является mitigation блоком. Вот тут откуда у нас пошло сильное движение? Мы можем взять максимум, вот это вот, можем взять минимум. В принципе, это тоже будет являться своего рода зоной, да. Цена зашла? Окей, вот теперь все, мы знаем, что цена у нас здесь. Здесь мы переходим на недельку или там на дневку, да. На дневке увидели какой-то слом, увидели коррекцию, пошли, все. И спускаться даже дальше не нужно. Вот сейчас цена у нас подошла. Пока никакого слома нету. У нас тут прям идет такое, вот неприятное, скажем так, вот это вот трендовое накопление. Flat, так что мы вообще легко можем увидеть даже что-то, вот не что-то такого. Но если здесь цена у нас начнет флетить как-то, да, да, слом структуры какой-то, потом коррекцию, мы можем искать точки входа до вот ближайшей вот этой зоны. Ну, у нас в принципе здесь аналогичная ситуация, у нас очень много вот этих вот хайов, каких-то максимумов. Это же тоже ликвидность, ее же тоже нужно будет забрать. Вот здесь у нас прям сильная ликвидность, да, по недельке или даже по месячному. Эти вот equal highs, так называемые, по smart money. Но чтобы сюда зайти, нужно для начала сделать движение вниз еще одно, потом сломать структуру, потом коррекцию и только после этого можно двигаться, вот забирать вот эту ликвидность. Пока этого не произошло, мы все-таки все еще падаем вниз. И здесь тогда нужно, в принципе, если вы торгуете позиционку, да, дождаться вот пока цена заберет вот эти вот какие-то максимумы. Если, конечно, она их заберет, может быть, она прямо сейчас начнет рисовать разворот. Просто пока разворота нету, никакие структурные минимумы не перебиты, мы не можем входить в силы. Как только будет, опять же, находим ордер-блок. Здесь вполне себе рисуется нечто похожее, да, то есть, ну, опять же, так как нету никакого подтверждения, что это ордер-блок, просто мы так на будущее для себя определяем, что вполне себе, если будет что-то, какой-то слом структуры, то эта вот свеча для нас будет вполне себе выступать хорошим таким ордер-блоком по дневке. Этот ордер-блок – это не что иное, как тот самый флэт, который у нас был со среды, да, нет, даже со вторника по четверг. Ну, я к тому, что просто заходя все меньше и меньше, можно искать абсолютно любые сделки на любых таймфреймах и торговать так, как вам угодно. Вот чему я. Так, ребята, спеющие вопросы. Не, у кого есть вопросы, задавайте. Роман, вы можете посмотреть пару рубль-доллар? Конечно. Конечно. Спасибо. По рублю. Я вообще стремлюсь наверх, вот в район хотя бы там 70. Я выкладывал прогноз у себя в канале еще где-то здесь, вот. С целью, что хочу увидеть роста, то есть на захват всей вот этой вот ликвидности. Вот этой, вот этой и вот этой. Вот. А цена дала эту, захват этой ликвидности и тут же откорректировалась обратно оттуда, откуда пошла. Что-то у меня какой-то рваный график. Ну, да ладно. Вот первое, что я делаю. Да, но опять же я вижу. Коррекция, точнее, первая волна, вторая, третья, четвертая. Вполне сейчас мы находимся в пятой волне. Последнее движение, да. Захват ликвидности, точнее уровень. Захват вот этой вот ликвидности под уровнем. Движение, коррекция, то есть раз. Это у нас получится первая волна. Тогда, если рассматривать по субструктуре, вторая, третья. Куда будет третья волна? Накидываем сетку Fibonacci отсюда до суда. Видим, что цена у нас даже не дошла до 50%. Буквально пару тиков не дошла. Соответственно, есть вполне себе вероятность, что она дойдет аж докуда-то, досюда, до 73. Но, но, ликвидность у нас пересекается. Вот тут даже есть какой-то ордерблок большой. И эта же зона, вот у нас до 27. Поэтому первые какие-то, наверное, попытки для остановки цены я бы вот ожидал, наверное, здесь от 68 плюс-минус, да, вот до 70. И даже если здесь будет какая-то коррекция, но опять же смотреть, либо, либо эта коррекция будет вот такой вот, да, и мы тут все-таки развернемся, пойдем ниже. Либо это будет не разворот, а прям коррекция, цена подошла, отбилась, хоп, и туда вот. Но пока я вижу наверх, и, собственно говоря, я что-то не особо верю в рубль, что он куда-то ниже пойдет. Потом как-нибудь, да, потому что это у нас, смотрите, флэт. Да, если вот чисто с позиции вот этой вот техники, без каких-то дополнительных новостей, хотя бы новости у нас пока совершенно нехорошие, тут даже нет смысла их анализировать. Тед флэт. Короткая нога, длинная нога. Замеряем. Хоп. Ну, вполне себе, мы можем там увидеть даже вплоть до 80, до 90. И только после этого. Какой-то намек, да, на ближайший разворот с целью похода ниже. Аж сюда. Обратно на 35. Но это что-то из разряда фантастики, я пока в это даже не могу поверить. Ну, может быть, когда-нибудь так лет через 5-10, да, но не в ближайшем будущем. Ну и вообще, да, у нас даже тут какая-то ликвидность есть. Ну, потому что видно вот тут все движение. Такое. Медленное, не импульсное. Вот за ним тоже. Ну, то есть, как бы, куда расти ему есть, поэтому. Я сейчас преимущественно за лонги. Вот так. Ну, вот если даже проводить анализ с учетом инфляции, сколько на сколько подорожали товары, то доллар около сотки должен стоить. Почему я спросил у вас именно рубль-доллар? Потому что вот внизу, как бы, у меня была сделка, там, когда как раз вы, вот, где уровень, в 56 я взял вечный фьючерс, который позиционировал московскую биржу, как бессрочные фьючерсы. Потому что они очень удобные, что не нужно будет терять при переходе с квартального на квартальный. Совсем недавно, в декабре, они сделали, ну, введение какое-то, и вечно стал не вечно, мы принудительно закрыли позиции. Потому что была встречная заявка, кто-то стоял очень сильно в шорте, и закрыли обон. Купили ближайший контракт декабрьский, декабрьский, с экспирацией через два дня. То есть, ну, считай, просто мошенничество какое-то. Согласен. Стороны МОС-биржи. Без спроса, без уведомлений, без всего. Вот это только случилось, ну, очень много у брокеров. Роман, можно еще вопрос? Вот третью волну вы нарисовали рубль-доллар, да, вот, идет вот. И вы считаете, что она дальше пойдет, то есть. Вот, ну, вот это третью. Ну, сейчас я еще немножко фундаментал, как бы, оцениваю, то есть технику плюс фундаментал. Тут у нас до 25-го период налоговый, и, то есть, предприятия будут платить налоги, соответственно, доллары будут продавать и в рублях платить налоги. То есть, я жду небольшую коррекцию, вот, где бы вы вот в третьей волне, вот в этой вот, или под волне последнего режима от флета, где бы можно было бы позицию вот набрать, то есть, восстановить позицию лонговую. Я за лонговую. Дальше. Спасибо. Тоже такая штука наверх. Вот. Откуда смотреть? Я, мне, честно говоря, очень сильно не нравится вот этот разворот. Он прям максимально слабый. Если прям, я скажем так, я постепенно докупаю доллары, вот, но это больше инвестиция, то есть, у меня нету такого, сейчас такой позиции, как как бы найти хорошую точку входа, потому что где ее искать, я пока вообще не вижу. Первое, что мы можем это рассмотреть, если у нас будет нечто-то такое, да, то вот тут будет прям, как по мне, опять же, с подтверждением, да, если будет подтверждение, то великолепная точка входа на вот продолжение движения. Вот где-то здесь входить. У нас зона есть, конечно, да. Да, вот этот флетик я именно и рассматриваю, потому что, ну, тут нету сбора ликвидности снизу, то есть. Ну, вот я про то же и говорю, что он как бы есть, но он, как по мне, очень максимально слабый. Я даже не знаю. То есть, для того, чтобы здесь войти, как по мне, должно быть какое-то прям хорошее такое сильное подтверждение. Вот просто от него, ну, я бы не стал входить. Ну, либо еще, смотрите, если взять, вот видите, три касания, где у вас уровень, да, то есть, если мы пробиваем этот уровень, то есть, не пробиваем, закрепляемся, да, то есть, сильные движения, не знаю, из ВСА, может, знаете, там, джок. И, ну, возврат, то есть, back to creek, да, возврат на этот же уровень, то есть, с обратной стороны тест, то есть, здесь точка входа еще согласна будет, ну, вот, где у вас от самого уровня. Да, то есть, если мы его пробиваем, ну, сильным движением наверх и тестим сверху вниз, то есть, мы его, то есть, здесь возможно, как считаете. Я понял. Как по мне, вот такие сделки, да, когда сразу, то есть, есть какой-то уровень, да, и при этом цена его пробивает вот так вот чуть-чуть и возвращается, ну, я такое не торгую, в принципе, потому что это настолько слабый сигнал. То есть, у нас все будет... Я именно имел в виду, что сильным мы его пробиваем, то есть, движение такое, то есть, полная свеча. Я не знаю, как вам, сказать, сильное движение, то есть, такая свеча, ну, джок сигнал называется. Ну, вот такой, допустим. Да, да, такое, и уже возврат к уровню идет. В таком случае, я бы посмотрел тогда на FIBO, да, дождался бы коррекции обратно к этой зоне. Оно, скорее всего, будет не точно уровень, потому что, опять же, по статистике оно, как правило, заходит чуть-чуть глубже, да, куда-то под корень, может, и сюда, и сюда, и вот здесь после уже тоже подтверждение, но, опять же, потому что глупо входить вот прям при таком сильном движении, вот при коррекции, не видя, точнее, не совсем понимая того, что сейчас происходит на рынке, без подтверждения, но, как по мне, это очень опасная штука, вот. Поэтому, если у нас будет такая формация, да, вполне себе тоже можно ее рассматривать. Я бы рассматривал. Ван, спасибо. Расскажите еще, а в чем вы набираете позицию долларов по фьючерсе или где там, или кэш, или как? Я частично. У меня половина кэш, половина стейблкоина. У меня USDT, наверное, где-то половина, наверное, моего портфеля, даже больше, может быть, процентов 60. Вот, и остальное я раскидал между USDC, BUSD и DAI. А какой брокер, если не секрет? Я покупаю на Binance и просто вывожу себе на кошелек. Ну, просто на Binance очень удобно, это P2P-платформа. Холодный, да, кошелек? Угу. Ну, просто вот на Binance реально очень удобно покупать. На сайт P2P зашел, выбрал себе этого сейлера, купил, вывел. Спасибо. Так, ребят, давайте тогда еще, наверное, последний вопрос, ну и будем потихоньку заканчивать. Где-то уже полтора часа сидим. Слышите меня? Да, слышу. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Биткоин посмотрю. Биткоин? Могу. По биткоину. Так, ну, в принципе, да, то, что... Да-да, помню. Так, ну, давайте вот начнем опять же с классики. У нас есть Flat, да, ложный вынос, уход против положенную сторону. Соответственно, все вот это вот движение, у нас тут же есть захват вот этой вот последней ликвидности. Чуть-чуть не дошли. Я думал, все-таки мы дойдем до второй линии, где-то 18700. Примерно заберем вот эту вот штуку, да, и тут прям еще такой сильный имбаланс, вот прям отсюда отобьемся, будет вообще прям красиво. Вот. Забрали последнюю ликвидность и, собственно, ушли. Это мне не совсем нравится. Но, но учитывая, что у нас есть такая штука, которая сейчас нарисовалась, короткая нога, длинная нога, плюс тренд все-таки глобально восходящий, нисходящий, я бы все-таки старался вот отсюда смотреть, точнее рассматривать продажу. То есть, если мы опять же сделаем такую штуку, вот у нас есть 50%, идеально, кстати, order block. Вот. Я бы подождал, наверное, подход цены к этой зоне. Вот. И здесь бы пробовал рассматривать какие-то первые точки входа, но опять же с подтверждением, само собой. Вопрос, докуда, да? Вот здесь хороший вопрос. Надо посмотреть, как будет развиваться вот это вот движение. Если оно пойдет вот такими вот запильными движениями, да, то, скорее всего, может быть, что у нас цена дойдет обратно к этой зоне. От этой зоны и от этой зоны пойдет выше. Вот тут вот тоже хорошая сильная зона, вот эта зона плюс сильный order block. Вот тут я бы тоже рассматривал точку входа в короткую позицию. Вопрос, докуда, потому что у нас есть сильная зона здесь. И вот это вот нужно посмотреть, как будет развиваться движение сейчас тут. Потому что если это будет простая коррекция, то тогда по логике мы сейчас корректируемся и пойдем дальше. И вполне можем даже вот на 15500 опуститься вот ниже. Но, повторюсь, есть противоположная сильная зона, поэтому пока что непонятно, как будет развиваться движение. Я все-таки за продажи. Вот отсюда я бы уже искал какие-то короткие сделки, да, то есть короткий стоп, короткий тейк. То есть первая цель здесь, а цель в принципе пока сказать не могу, не знаю, что будет вот с этим движением. Если пробиваем, да, то опять же вот тут хорошая зона тоже для продаж. Продолжение следует... Роман, если можно, еще последний вопросик. Можно классический эфир рассмотреть? Вот где бы вы входили, то есть сейчас застряло немного там в позиции. Так, расстарем классик. О, прям такой пролив. Смачный. Блин, ну если честно, тут я вижу просто вот прям движение на пробой вот этого вот минимума. Потому что опять же, никакого намека. Вот это дневка, да. Открываю недельку. Вообще никакого намека на разворот. То есть цена просто пробила зону, развернулась, скорректировала, пробила. Ну то есть по тренду. Вот поэтому по старшему я все-таки вижу продажи. Прям хорошие такие продажи. Какая-то ликвидность вот тут набивается не совсем хорошая. В плане, если вы в шортах, да, то тут вот смотрим. Цена подошла куда? Куда, куда, куда? К сильной зоне. Вот эту зону мы можем как ордер-блок обозначить? Вот от нее уже сильное движение пошло вот от 12 на 40. Да, можем, можем. То, что вероятность, скорее всего, скорее всего. Или у нас обязательно обновление должно быть предыдущих, ну, боссов, обструктура вот предыдущих. Не обязательно. То есть если бы у нас было бы обновление вот этого босс, обновление, господи, если бы было обновление этого максимума, соответственно, это был бы босс при коррекции сюда, мы бы могли входить с целями на обновление продолжения движения, потому что первая волна, вторая, третья. Но это не отменяет того, что тут есть зона. То есть зона есть, и, скорее всего, какая-то реакция, ну, реакцию мы получим, я думаю. Вот. Сейчас я посмотрю по недельке, там, как этот блок выглядит. Ну, да. Очень плохо видно какие-то ордер-блоки. Вот. Ну, в принципе, видим эту вот зону. Цена к ней подошла. Тут вообще ничего не смогла сделать, никакого перебития, ничего. Просто бах-бах-бах пробила ниже. Вот. Я все-таки склоняюсь больше за продолжение движения. Но, учитывая, что мы в сильной зоне, и учитывая, что у нас есть какое-то скопление тут этой вот ликвидности, я бы все-таки планировал бы увидеть какую-то коррекцию. Вот не могу сказать, докуда, вот либо досюда, да, либо вот как-то так. Как по мне, самый такой оптимальный вариант. Ну, опять же, если входить в лонги, нужно сидеть, ждать, да, подтверждение. Ну, ликвидность прям сильная, очень сильная. Вот тут все. Сейчас посмотрим, как тут будет развиваться ситуация. Ну, а так или иначе, цена в сильной зоне, какую-то реакцию мы, я думаю, словим. Тут, конечно, уже была, вот реакция, вот реакция. Это больше похоже на ложный вынос, нежели чем на истинное пробитие. Вот, и если здесь будет какие-то прям такие хорошее подтверждение, можно вполне себе пробовать входить в лонги в краткосрочную вот с первой целью сюда. Да, и вот это, ну, мне кажется, это будет такая долгосрочная цель, но она вполне себе может быть. Но отсюда уже все-таки больше приоритет у меня в шорты. Спасибо. Ой. Ой. Так, ладно, ребят, давайте тогда уже будем заканчивать, потому что полтора часа уже сидим. Вот, в принципе, запись я вам пришлю. Разбор был такой сложный, понимаю. Наверное, мозги у многих кипят. Вот, запись те, кто захотят, пересмотрят, потому что тут я прямо говорил много таких очень интересных информаций и каких-то вот, скажем так, негласных секретов анализа. Так что, вот, запись будет, мне кажется, полезной. Вот, в принципе, всем тогда до встречи. Запись будет готова, мне кажется, через час где-то я ее скину. Вот. Всем хороших выходных. И всем пока. Все, все могут подключаться. Вам тоже спасибо, что пришли. Отлично. Продолжение следует...